приветствую всех на канале садфлоксов сегодня у нас такая интересная тема тема называется по вопросам от заказчиков вопросы очень часто одни и те же приходят как мы отправляем заказы и выдаем с открытой корневой или закрытой корневой мы выдаем с открытой сейчас расскажу почему на это есть несколько причин большая часть наших заказов это люди которые заказывают почты россии по всей россии мы заказ мы отправляем почты соответственно значит почтовые коробки растения мы складываем и если они в горшках то это проблемно потому что пункт а на почте по правилам почты не разрешается пересылка грунта пункт б горшки тяжелые коробка будет весить много и пересылка будет стоить дорого оплачивать же и заказчик зачем ему переплачивать вот и пункт в самый главный для меня по крайней мере то что с грунтом передаются болезни передаются вредители например грибные болезни флоксов например нематода может быть вместе с землей поэтому когда я получаю какие-либо от кого флокс или хост и какие-то другие растения первое что я делаю это всегда отмываю корневую систему от грунта от полученного особенно если это глинистый грунт который очень плотно сидит отмываю потом на полчаса замачиваю в максиме фунгициде и потом уже высаживаю свою почву рекомендую так делать и вам хотя я содержу свою коллекцию в полном порядке вот для меня это очень важно чтобы не было болезней и вредителей но на всякий случай это не будет сложно для вас взять максим и на полчаса замочить полученные растения растения мы заворачиваем в моксфагнум как известно он обладает антисептическими свойствами поэтому еще растение в нем сохраняются и доходят хорошо растение могут в славу находиться долго очень редко но такое бывает что наши растения например идут три недели до какой-нибудь ну например петропавловск-камчатский и все равно они доходят хорошем состоянии присылают фотографии о том что растение не подгнили не подсохли с ними абсолютно все в порядке это открытая корневая система и абсолютно полный порядок поэтому я предлагаю вам отнестись спокойно к тому что мы высылаем растение с укс не поддаваться на провокации современных тенденций о том что все должно продаваться только в горшках поскольку это пошло от тех придорожных питомников которым нужно продать растение начиная с апреля до октября в любое время дня и ночи только вот на горшок и поезжать дальше но никто не знает какая там земля что там вдруг опять же какие-то или болезни или что-то одних моих знакомых было такое что они вместе с хвойными растениями занесли большие грибные заболевания на свой участок которые заразили их сосны их ели и коллекцию мужевельников это было для них очень большая печаль и обиды поэтому то что одни делают так а другие делают так это абсолютно нормально мы выращиваем растения циклами они у нас сначала черенкуется в определенное время в определенное время за ними ухаживают определенными способами с использованием иммуностимуляторов и удобрений в определенное время они подлежат выдачи уже подготовленные к этому как раз к этому периоду они уже отсвели они выкапываются нехорошая нарощенная корневая система сформированные очки которые на следующий год дадут новые побеги и они совершенно прекрасно и замечательно сохраняются в этом мухе софагнами также я хочу еще рассказать два слова про наши сроки доставки значит мы всегда уже много лет отправляем с 15 августа начинаем эту отправку с наших северных регионов с тех мест у кого зима наступает раньше потом постепенно в сентябре мы доходим до москвы и московской области и концу сентября мы доходим до наших южных регионов поскольку у них в этот период может быть все еще 30 градусов жары и они даже просят иногда присылать им в октябре растения но я хочу сказать для тех сомневающихся людей которые очень переживают за тот момент успеет ли прижиться флокс или хоста успеет ли он укоренится опять приведу в пример себя вот пока мы выдаем заказы у меня в голове тоже сидит от то те мысли что ой надо не забыть этот флокс пересадить туда а такие-то черенки мои для меня которые я сама себе сделала посадить туда но приступаем мы к этой пересадки только в октябре где-то там числа там с 5 с 10 в эти сроки вообще обалденный сформированные почки возобновления к этому растению флокс принципе уже к этому времени засыпает и вся наша задача состоит в том чтобы просто перенести посадить в хорошую нормальную землю и оставить его так укорениться или не укорениться вот на данный момент меня вообще не волнует потому что точно совершенно укорениться на следующую весну сразу после схода снега вот тогда когда весной снег ставил очень очень мокрое холодное вот это является моментом старта чтобы его корни начинали расползаться укореняться вот вообще даже не надо волноваться я тоже раньше волновалась но например на примере пионов которые я иногда получаю из голландского питомника ноябре а даже бывало и перед новогодними праздниками просто тогда 29 декабря было у меня даже на канале есть видео где там пионы закапывая снег что даже если землю закопала они же не укореняются и ничего не делают и весной просто я их вытаскиваю они же прекрасно сохраняются как в земле так и в снегу я уж не буду вам говорить о том что можно и флоксы в снегу там подержать всю зиму потом весной вытащите посадить вам прекрасно пойдет вы просто у меня опыт и такие ежегодные по много десятку десятка флоксов общем короче это не проблема так что как итог я могу вас просто попросить спокойно и разумно подходить к растениям с любовью заботой и с полной уверенностью что они все у вас приживутся с ними все абсолютно будет хорошо если вы внимательно вот по нескольким пунктам к нему хорошо отнесетесь в каждом заказ я вкладываю памятку о том как лучше посадить и что не нужно делать к примеру не нужно флокс заглублять это одна из самых главных ошибок из-за которой флокс весной не выходят из грунта они просто там начинают загнивать под привать и в итоге почки почки спривают либо еще люди любят как сделать посадят на нормальную глубину и потом сверху замульчирует типа ну как он же молодой он же может не прижиться вот вторая ошибка из-за которой могут погибнуть флокс вот а так если вы будете обычно вот все делать без фанатизма то у вас все будет абсолютно в порядке желаю вам удачи в посадке в этом году спасибо всем за просмотр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки